добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу поделиться с вами идеи декора новогодних игрушек новый год не за горами и хочется порадовать себя красотой и своих близких красивыми подарками создать новогоднюю атмосферу уютную чтобы это было очень красиво если вам интересно оставайтесь и будем творить вместе я беру шарик он у меня уже готовы окрашены нежный персикового цвета диаметром 8 сантиметров для подставки я использую обычную подставку для яйца ставлю на него это будет дальнейшем удобно буду использовать силиконовые молты рамочку и эльфа для лепнины лепнину саму я делаю из японской белой глины называется на харти софт очень мне она нравится нежная воздушная очень пластичная с ней очень легко и удобно работать беру небольшой кусочек глины и заполняю полностью рамочку проходя так чтобы у нас не осталось ни одного свободного пустого места но при этом чтобы все грани рельефа были заполнены и не выступать за эти грани заполнила всю рамочку затем еще как следует прохожусь продавливаю чтобы наша глина полностью заполнила все у всю рамочку затем переворачиваю ее и нужно аккуратно извлечь рамочку из молда не повредив ее делайте это не спеша если вы работаете впервые с такой глиной то можно на несколько минут положить саму рамочку с глиной в морозилку и тогда она будет доставаться гораздо легче затем беру рамочку и располагаю ее на шарик для того чтобы она при высыхании приняла форму шариком цель вам проделываю все то же самое и кладу посередине на рамочку тоже чтобы эльф принял форму шариком и оставляю до полного высыхания обычная всю лепнину делаю заранее и где-то на ночь оставляю чтобы она полностью просохла поэтому если вы будете делать то делайте всегда заранее лепнину и теперь приступаем к декору самого шарика я хочу обклеить по периметру по диаметру шарик с разовой лентой с разовой цепью и буду я это делать клеем есть 7000 мне он очень нравится тем что у него тоненький носик и очень удобно и хорошо наносить его именно на вот такие вот какие-то небольшие вещи берут цепь и отмеряю нужную длину отрезаю затем аккуратненько наношу клей на небольшую часть цепи цепи извините пожалуйста и приклеиваю приклеиваю сначала небольшую часть жду пока клей возьмется он буквально за несколько секунд уже подсыхает если же где-то клей у нас выступает я беру силиконовую кисточку так и и назвала и сразу же убираю клей это очень удобно она очень хорошая помощница в таких делах на каждом шарике пенопласт пластмассовом простите есть такая вот полосочка и по ней очень удобно она как бы ориентир для того чтобы приклеить ровно и аккуратно с разовую цепь затем немножечко еще все подравниваю выравниваю убираю остатки клея своей силиконовой кисточкой и после чего уже надеваю колпачок на шарик теперь буду приклеивать кружево кружева я беру белого цвета очень мне нравится кружева который из которых можно вырезать какие-то фрагменты вырезаю нужный мне фрагмент вырезаю по размеру так чтобы у нас подходило всем сначала примеряю смотрю как это все будет выглядеть и затем уже приклеиваю кружева кстати я клею на клей момент прозрачный называется клей момент прозрачный и для кружева это самое удобное наношу клей по всему по всей поверхности кружевы не наношу только на саму сеточку потому что если нанести клей на сеточку то он будет виден будет просвечиваться клей нужно наносить быстро потому что пока нанесешь первую часть уже остальное все высохнет и не наносите слишком много его и после этого я уже наношу приклеиваю кружевом аккуратно распределяю и если у нас какая-то часть топорщица получается образовывается какая-то складочка то можно взять ножницы и сделать небольшой надрез и аккуратно приклеить и как видите у меня в районе стразовой цепи остается небольшой кусочек кружева мы в дальнейшем его срежем после того как клей высохнет лепнина моя подсохла и теперь я ее буду приклеивать клею всю лепнину горячим клеем можно приклеить клеем моментом но он высыхает подольше чем горячий клей поэтому мне удобнее работать горячим клеем наношу клей приклеила посередине аккуратненько прижала чтобы все как следует приклеилась и после этого мне хочется внутреннюю часть рамки еще задекорировать стразовой цепью приклеиваю также на клей е7000 тоже это очень удобно но на кружева он схватывается чуть подольше поэтому времени нужно будет немножко побольше больше и 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 затем приклеиваю эльфа наносить наносить клей здесь нужно очень очень аккуратно потому что крышка и ножки такие довольно тонкие будьте внимательны при наносении клея, чтобы он при приклеивании не вылез. Как говорила, кружево мы срежем, беру маленькие ножнички. Кружево подсохли, становятся более твердыми и их удобно срезать. Срезаю с одной стороны и срезаю с другой стороны. Затем я захотела с одной стороны рамки и с другой стороны рамки задекорировать еще с разовой цепью и приклеиваю, отмерила тоже необходимую длину и приклеиваю с одной стороны и с другой стороны с разовой цепью в два ряда. Затем беру атласную ленту шириной два с половиной сантиметра в тон своего шарика, завязываю бантик, срезаю ленту наискосок, обязательно ее запаиваю зажигалкой, концы запаиваю зажигалкой, чтобы они потом у нас не разлезлись, не забархатились, так сказать. И бантик я тоже приклеиваю к колпачку на горячий клей. Затем беру золотую ниточку и делаю петельку. Если нет такой золотой ниточки, можно взять в тон атласной ленты, из которой мы завязывали бантик, один сантиметр шириной и тоже сделать из нее петельку. Узелочек тоже обязательно нужно запаять и уже после этого я приклеиваю брошь на серединку бантика. Мне кажется, таким образом брошью придают какой-то особый шарм. И на этом шары готовы. Вот такая вот нежная красота получается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok